Субтитры создавал DimaTorzok Почему вообще Гегель выходит на эти разговоры? На эти разговоры он выходит на то, что ему нужно для того, чтобы доказать существование Бога и обосновать теологию, ему нужно некое бесконечное мышление. Вот я о чем говорю. То есть получается, что когда ты что-то хочешь очень сильно, а именно чтобы можно было Бога доказать, надо просто придумать что-то новое, типа новое какое-то бесконечное мышление, и твое желание исполнится. Понимаешь? Тот, кто очень хочет, он это исполняет. Он с такой потугой, с такой немецкой последовательностью и педантизмом все это делает, понимаешь, что в итоге оказывается, что философия его проста. Можно просто опустить все эти ряды, бесконечные ряды построения, просто брать ее как она есть. Ну вот ты говоришь о некой цели, что философия служанка богословия. Не, не даром на самом деле, да, правильно, именно так. Не даром на самом деле, если википедию посмотреть, философию Гегелю невозможно изложить. То, что и там изложено, там какая-то простота, что есть некая идея абсолютно, да, вот она развивается как-то, к чему-то там. Служанка богословия. Но это же опять дидактический разговор. Это же разговор не о сути, не по сути. Это внешняя позиция такая. Это не внешняя позиция. Понимаешь, надо понимать, откуда вырастает ной. Почему вообще у Гегеля возникнет некая... А в чем состояла основная интенция моего доклада? Я хотел понять, почему у Гегеля возникает некая интенция создать некую специальную логику. Да, вот есть логика формальная, на которую опирается рассудок. Ну зачем там, рассудочную логику лучше говорить. Потому что формальная логика-то специфическая логика. Рассудочная логика есть, на которой опирается рассудок, благодаря которому он мыслит. Но, почему надо придумать какую-то другую логику, разумную логику, или спекулятивную логику? Зачем это делать? Если есть уже одна логика, и с помощью нее все можно познавать, без всяких противоречий, кроме трех предметов. Вот такие сложные предметы, как душа, мир сам по себе и Бог. А не легче ли просто сказать, что мир сам по себе? Рассматривать нельзя, это некорректно. Нет такой вещи, как мир сам по себе, как целое. Нет такой вещи, как мир как целое. Такой вещи нет. Нельзя убрать мир как целое. Это некорректный разговор. Все. Убрали. Про Бога уже можно просто опустить этот разговор. Что такое Бог? Это просто некое понятие, еще непонятно, какое отношение к реальности оно имеет. Что же остается? Ну, про душу. Единственное, что вопрос останется с душой. С душой все просто. Вещь себе убрали, и душа познаваема. Все. Тогда, получается, никакой специальной логики, спекулятивной не нужно, раз три предмета рассеялись, бесконечные предметы, и все остальное становится на свои места. Нам нужна только единственная рассудочная, обыкновенная, стандартная логика. И не нужно никакого придумывать ничего. Ведь тут же есть мошенничество. В чем состоящее? Что для того, чтобы обосновать существование Бога, да, и рассмотрение мира как целое, нам нужна какая-то специальная бесконечная логика, которая будет применима только вот к этим специальным бесконечным предметам. Но это же как бы есть, мне кажется, это же что такое? Это подгонка как бы... Ну, понятно. Философия служенка богословия. Ну, да. Это понятно, что это подгонка как бы данных под результат. Философия служенка богословия. Да, как бы вот. И под это дело как бы придумываются некие новые методы, да, там, новая-новая логика. Так самое это смешное, что... Самое смешное. До сих пор люди занимаются диалектической логикой и не понимают, чем они занимаются. Ее никто не смог создать. Но есть как бы некие проекты, я не буду говорить сейчас об этом, просто не буду обсуждать. Но они на самом деле не похожи на проект той спекулятивной логики, той диалектической логики, если можно так выразиться, которую придумал и которую замыслил сам Кам. Они не похожи. Никто не может ее изложить сколько лет уже. Может, когда-нибудь изложить. Но что, для чего? Для того, чтобы обосновать теологию даже, обосновать это, доказывать, что Бог есть все-таки? Я не понимаю, в чем смысл такой логики? Получается, нет, я говорю, некая странность получается, что вот, казалось бы, философия, Гигель, такая громадная философия, имеющая бесконечный пиетет со стороны многих людей. Оказывается, на деле просто обыкновенное, христианское богословство. Вот какой-то христианин, почитал Кант и возмутился. Как так? Ну, чай, шашку достал, новую логику придумал и все сделал так, как нам. Да, и пуски король в голову. Да. А самое интересное, что еще мне, я вот читаю, что меня раздражает. Вот этот феномел Гидок, он еще был посмелее, да, и он умудрялся там, что, наверное, по поводу Канта там проехаться как-то там, не очень почтительно и так далее. Вот в энциклопедии он уже везде, у него Кант уже выдающийся философ, там, и везде все как надо пишет. Видимо, ему сказали, что, слушай, Кант наша, так сказать, гордость немецкая, поэтому не стоит так выражаться. И он решил, что-то действительно что-то, своих надо поднимать, тянуть. То есть, дидактический доклад, по сути. Да, доклад не дидактический. Я хотел пояснить, что вот есть некое изначальное. Если вы понимаете разницу между единством самосознания, единством субъекта и единством понятия, да, логическим единством понятия, вы понимаете, в чем состоит проблема всех этих философов. В чем состоит проблема философии Канта, в чем состоит проблема философствования Деканта, в чем состоит проблема философии Негидии. Если держаться за это различие, то можно просто ходить и все эти философии просто рассыпать вправо. Я не говорю, что это сейчас стопроцентно, не могу это утверждать сейчас стопроцентно, потому что требуется некое текстуальное изучение каждого тракта. Но мне сейчас видится достаточно очевидно, что именно эта проблема является проблемой классической философии. А это проблема отождествления сознания мышления. Никто не пытался за это зацепиться? Да, это все пытались за мышление в 20-м веке. Никто не пытался. Ну как, можно сказать так? Все говорят, что вот в классической философии был единый субъект, а это недоказуемо. И постмодернизм постоянно, это недоказуемо, это недоказуемо, это недоказуемо, это недоказуемо. В общем-то да, постклассическая философия. Я был пронежать Сатана. Пытается, подойдет, пытается. Постклассическая философия Хайадигер, Зередатор, Сарта. Подойти к этим вопросам она пытается. Просто этот вопрос не так прост. Нет, чтобы это увидеть. И все они подозревают именно Гегеля в этом? В мошенничестве? Нет, это я подозреваю. Это поинтересно. Просто классически они считают, что единственного субъекта нет. Не просто какого-то, а вообще нет единственного. Нет, ну это да, это я даже знаю. Просто именно мотивация мне интересна. Действительно. Нет, они пытаются... Нет, они пытаются сделать из этого, из... Они не моралистичны. Они просто пытаются... Поотвечет меня. А Булат моралистичен. Да я не моралистичен. Просто... Когда Булат говорит о том, что философия служанка богословия, то это как бы высоконравственный вывод и все. Да дело даже не в высоконравственном выводе. Дело не в этом. Просто вопрос... Меня просто поразило, что реально Гегель скривил философию только в каких-то своих личных целях. Вот ему почему-то посчитало, что Бог должен быть, да? И он все остальное скривил. Вот казалось бы, Гегель честный философ должен был быть, да? Он как бы действительно... Нечестный. А? Не то, что он нечестный. Он увидел, что вещь себе как бы ненужное понятие, можно без него философствовать там. Он много что сделал, как бы вот это, хорошего. Много что выпрямил, да? Но все равно у него все опять все равно скривилось. Вот ты его читаешь на цифровении философских наук и думаешь, что это что такое-то? Христианский богословский трактат или некое философское произведение? Там же как-то Бог-Бог, там все есть страницы, что? Там у него есть Бог-Бог-Бог, кто-Бог, все. Что, и разве не так? Да так-так-так. Кто же спорит-то? Ну это же странно. Я же не против Бога. Ну я за честность. Ну понятно, что за честность. Ну вот, в восемнадцатом веке немецкие ветеране были не свободны. Не, ну а если учесть какие выводы он делал, будучи ангажированным преподавателем в Берлинском университете, он же что говорил? Что прусская монархия является вершиной философского развития. Да, вершиной. Потому что он является вершиной философского развития, и дух в нем дошел до своего логического завершения, значит и во всем остальном он дошел. Да, это опять высоконаростный способ. Не, ну это он так именно и рассуждал. Рассуждает, рассуждает, никто же не спорит так. Кто же не спорит? Нет, просто я еще к чему говорю, что может быть как бы, еще раз говорю, что хочу как бы извиниться перед людьми, которые любят Гейгера, да. Возможно как бы я, ну я все-таки понимаю, что я могу быть неправдным. Ну, надо бы этот вопрос исследовать. Но некое вот изначальное различие между единством самосознания, да, реальным единством самосознания, логическим единством понятия, это я готов сколько угодно в любом дискуссии доказывать. Все остальное требует просто изучения. Ну, когда Гигель их отождествляет и просто это делает явно, если ты в философии открываешь, там на каждой странице об этом, то это, ну, мне некуда тут одеваться. Ну, что это такое-то? Ну, это просто в начале философствования стоит некая принципиальная существенная ошибка. А что там дальше-то смотреть, что там дальше изучать? Дальше получишь то, что в начале вложил, вложил в начале некое единство и получишь в конце его что? Ничего удивительного. Вот было бы здорово, если бы он смог бы к этому единству прийти, исходя из некого различия изначального. А так, если оно изначально заложено, а потом он в конце его получает эту тотальность и удивляется, как все здорово. Ну, вам вообще, товарищи, это понятно было, этот доклад? Конечно, понятно. Потому что, если честно, как бы, мне просто было несколько затруднительно так рассказывать, чтобы было понятно. Потому что термины такие немного, как бы, неповоротливые. Единство самосознания. С точки зрения богословия и высокой нравственности. Значит, тебе это, у кого что болит? Нет, как раз не богословие, но высокой нравственности, да. Подождите, с высокой нравственности. Очень зато образно получилось. Знаешь, не просто так, а вот мошенничество. Думаю, хотелось, и так далее и так далее. По-моему, это очень интересно. Потому что философия, это как таковая к нравственности. Еще раз, я думаю, послушайте меня. За что я стою? За высокой нравственности. Нет. Я стою за честность. Хотя это, на самом деле, высоконравственное высказывание. Нет, а мы чего говорим? Нет, 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 это высоконравственное высказывание. А мы где о чем говорим? Но нельзя заниматься философией, исходя из того, что ты преследуешь свои личные, ну, можно сказать, частнокорыстные какие-то интересные. Ну, нехорошо, мы говорим о нравственности. Нехорошо. Надо быть честным. Да, мы говорим о нравственности. И если ты, на самом деле, создаешь некое новое мышление, назови ее как оно, спекулятивное, то должен понимать, что ты делаешь. Если ты это создаешь, потому что существует такое мышление, это один разговор, а если ты создаешь, потому что ты хочешь обосновать, что Бог есть, это другой разговор. Это конъюнктурчера называется. Вот и все. Не, ну, зато вот эти интонации, как бы, разочаровавшиеся невесты, они это придают, как бы, живость. Да я вообще после этого, я вообще после этого открыл глаза на Гегель. Я наконец-то открыл, я открываю Гегель и вижу все. Доклад очень приятен. Почему, скажем так? Ну, почему-то очень приятен. Почему приятен? Нет, почему очень? Почему очень, но... Не, ну, а вообще, как бы... Просто потому что... Ну, вы не слышали доклад еще про Кан. Надо дальше идти еще. Дело в том, что Кант, по сравнению с Гегелью, еще более плачевый. Хотя, как бы, в некоторых вопросах, как поясняется, он, на самом деле, стоит на высоте позиции. То есть, Кант, будучи тоже, как бы, извините меня, он жил в Германии, там, в христианской Германии, и говорил о том, что доказать существование Бога невозможно, это очень сильно. Это как ему хватило мужества, непонятно. Потому что у Гегеля мужества-то не хватило, реально. А вообще у него есть такая работа, которая называется «Религия в пределах только разума». Кант, на самом деле, более честный человек. Пусть там Кант что-то может ошибаться в чем-то, но он вообще-то честный. Я вообще после этого стал Канта очень сильно уважать. Я понимаю теперь, за что, что такое Кант. Кант, пускай там, как-то, что-то он там... Может быть, у него термины какие-то запутанные. Может быть, его не всегда можно понять. Но он честен. Он говорит то, что думает. А Гегель получается некий туман, понимаешь? Вот теология, как она плетется. Ты как бы подводишь некие якобы философские основания и строишь что-то такое, не объясняя, зачем ты это делаешь. Строишь какую-то Вавилонскую башню. Зачем? Никто не понимает. Все думают, что вот Гегель нашел истинное основание, новое основание, бесконечное какое-то мышление. Сейчас мы создадим диалектическую логику и двинемся. И народ до сих пор ее строит. До сих пор. Самое интересное, вот есть Маркс. Маркс говорил, что вот есть как бы... Призвонил Маркс. Диалектика. Они почему-то постоянно говорили про диалектику. Хотя это некорректно говорит про диалектику, но пускай. Вот Маркс говорит, что вот есть диалектика, некая диалектика. Или диалектическая логика лучше говорить, что вот Гегеля, да? В чем она состоит, никто так и не знал. Но вот она выражена, скажем, в науке логики Гегеля. Хорошо, выражено. Все, хорошо, здорово. Дальше. Маркс как бы оставил какие-то работы и люди начали искать. А где диалектика и диалектическая логика лучше говорить, да? У Маркса капитал. А что он отдельный трактат-то не написал? Нет, нет. А почему? У тебя есть образцы, у Генгельса очень много образцов. У Генгельса диалектика природы, диалектика у него дофига, да. Но только не диалектическая логика. Средине частной собственности семьи и государства. Да дело же... Ну понятно. Но почему нигде нету теории-то самой? Ну вот есть формальная теория... Ну формальная теория логики, да, есть там... Ну есть... То есть формальная логика, она изложена в многообразных теориях. Ну четко изложена. Аксемитически изложена и как бы со всеми. А почему так же диалектическая логика не изложена? Ну не удается, потому что возможно ее просто нет. Вот в чем проблема-то. Просто три... Диалектическая это логика развития. И значит мой доклад-то и не понял. Да я... Ты говоришь, ты пытаешься... Диалектическая, а ты действительно со спекулятивным рассудком. Это у Гегеля так. Вот. Не спекулятивный рассудок, а спекулятивное мышление. У Гегеля так. То, что мы называем диалектической логикой, у Гегеля называется спекулятивным мышлением. А в смысле этого... Ребята этих самых. Макс и Сенгис. Это как бы специальная логика развития. Специальные законы. Знаешь, на что это похоже? Ну... Вот придумали мышление. Да? Это бесконечное. Надо же его как-то что-то с ним делать, применить его к чему-то. И придумали ему новое применение. Развитие. На退ку. Смиловый звук. Одну из главы поселения. Испетчивый звук. Испетчивый звук. Л admits ты, как Senator Dickman, ты объясняешь прор養ь? Поможу тебя на в whetherниеaldopяста,